Десногорск Да, безусловно, идя на это интервью, я предвидел этот вопрос и постарался подготовиться к нему достаточно основательно, чтобы была понятна та ситуация, которая сейчас сложилась на Смоленской атомной станции. Я попросил наших специалистов по персоналу подготовить мне вот этот график, из которого было бы видно, каким образом снижалась численность работников в Смоленской атомной станции, начиная с 2004 года. Если вот этот график посмотреть, то видно, что общая численность персонала за эти годы снизилась более чем на 2000 работников. И я думаю, что для всех очевидно и понятно, что программы повышения эффективности производства, они существовали и существуют на всех предприятиях, не только на Смоленской атомной станции, не только в концерне «Росэнергоатом», но и на всех других предприятиях, как родственных, так и в целом по России. Напомню, что мы начали с того, что в 2005 году из состава Смоленской атомной станции были выведены несвойственные атомные станции подразделения, по которым было принято специальное решение на уровне правительства, что все социальные вопросы, все социальные программы должны быть выведены за рамки действующих предприятий. И тогда, вы помните, были выделены детские сады, ЖКХ и другие направления деятельности. В дальнейшем мы выполняли программу повышения эффективности методом выведения из состава численности Смоленской атомной станции вспомогательные функции, и вспомогательный персонал переходил в специально созданные для этого организации. Например, были созданы специальные подразделения для охраны, так называемые в ГУП атомоохрана, куда были переведены работники, которые занимались охраной вспомогательных объектов атомной станции. Были выведены функции по общественному питанию, по уборке и хозяйственному обслуживанию офисов, по дезактивации помещений. Также мы ведем работу по централизации службы ремонта, и в специальное ремонтное подразделение, в атомный энергоремонт, продолжаем вывод ремонтного персонала. В этом году, я бы так сказал, темп снижения численности увеличен, потому что поставлены достаточно серьезные задачи по повышению эффективности, и только за счет увеличения выработки электроэнергии достичь тех показателей, которые стоят перед нами, не удается. Поэтому для того, чтобы показатели по эффективности производства были достигнуты того значения, которое требуется, безусловно, необходимо продолжить выполнение программы по сокращению численности персонала. Понимая, что сокращение процесса социально напряженной, на Смоленской станции принимаются все меры, чтобы он прошел максимально безболезненно для сотрудников. В первую очередь, оптимизация проводится за счет естественной убыли. Это выход на заслуженный отдых сотрудников пенсионного возраста. Второе направление – это передача, как я уже говорил, непрофильных функций в подрядные организации, в дочерние компании и специально созданные отраслевые структуры. Речь идет о таких компаниях, как, например, «Атомтранс», «Смоленская АЭС-сервис», «АОК-Консист». Мы продолжаем вывод ремонтного персонала, как я уже говорил, в «Атомноргоремонт». Кроме того, мы заканчиваем комплектацию вновь созданных объектов и подразделений, таких как комплекс по переработке радиоактивных отходов, цех по обращению с отработанным ядерным топливом и новое направление, которое появляется на Смоленской атомной станции – это отдел радиационных технологий, где мы будем заниматься производством изотопов. Еще раз хочу подчеркнуть, что мы никого на улицу не выгоняли и не выгоняем. Это хорошо, спасибо вам большое. Давайте продолжим тему трудоустройства. Не секрет, что молодые десногорцы, которые получили образование, они остаются в столице, в других крупных городах России. Существует ли на станции какая-то программа, которая гарантирует трудоустройство молодежи? Специалисты с высшим профильным образованием нам всегда будут нужны. Но я бы хотел подчеркнуть, что у нас на сегодня ситуация такова, что мы можем себе позволить выбирать лучших. То есть я имею в виду, что мы стараемся принимать на станцию молодых специалистов, которые закончили профильные институты на хорошо и отлично. То есть главная задача людей, которые хотят вернуться в Десногорск и продолжить свою работу на Смоленской атомной станции – это закончить профильный институт на хорошо и отлично. Смоленская станция участвует в специальной целевой программе так называемого контрактного обучения. Исходя из своих потребностей, мы имеем долгосрочные договоренности на целевую подготовку специалистов в НИЯУ-МИФИ, в Смоленском филиале МОИ, в Ивановском энергоинституте, в Московском государственном строительном университете, в Санкт-Петербургском государственном политехническом университете и в Московском химико-технологическом университете имени Менделеева. Как я уже сказал, в первую очередь нам нужны специалисты, которые имеют профильное образование. Сейчас уже 16 выпускников школ Десногорска получают специальности вот в тех институтах, про которые я сказал, и мы надеемся, что в 2016 году к ним присоединятся еще 4 человека, которые сейчас оканчивают 11 класс и являются победителями инженерной олимпиады. После того, когда они закончат образование, мы с удовольствием их примем на Смоленскую атомную станцию. Кроме того, я бы хотел сказать, что перед молодыми смолянами открываются большие возможности в связи с предстоящим строительством Смоленской АЭС-2. Для того, чтобы этот проект был реализован, требуется большое количество работников. На пике строительства мы предполагаем, что в этом проекте будет участвовать более 8 тысяч человек. Основную долю специалистов мы бы хотели набрать именно из числа жителей Смоленского региона, в том числе и из числа тех молодых людей, которые закончат обучение в Десногорском и в Рословском техникуме, где есть все условия для того, чтобы получить профильное среднее образование. Ну и, кроме того, мы надеемся, что Смоленск нам также поможет с квалифицированным персоналом. В Смоленске есть отличный энергоинститут. Александр Иванович, но в городе все равно ходят упорные слухи, что проект по возведению АЭС-2 под вопросом. Вы, как никто, наверное, знаете эту ситуацию лучше других. Расскажите подробнее. Вы знаете, где бы ни приходилось встречаться или с коллективами, или с какими-то общественными организациями, в обязательном порядке этот вопрос возникает. И, безусловно, я уже много раз давал ответы и комментировал эту ситуацию. Атомная станция достаточно серьезный объект, и к началу его строительства, к началу его сооружения требуется очень серьезная подготовка. Например, на сегодня, если бы нам были выделены средства, и нам бы сказали, давайте, начинайте строить, из этого бы ничего не получилось. Потому что на сегодняшний день мы, с точки зрения документального оформления, начало строительства еще совершенно не готовы. Мы находимся только-только на начальной стадии. Главная задача на текущий год – это получение лицензии на размещение наших энергоблоков и перевод земель Гослесфонда в земли промышленности на площадке Пятидворка. Это вот два ключевых вопроса, которые нам нужно будет решить в 2016 году. Кроме того, ведется большая подготовительная работа и по другим направлениям для оформления соответствующей документации по разработке проекта и так далее. Еще раз подчеркну, что на сегодня приступить непосредственно к строительным работам мы не готовы. Напомню, что цель строительства Смоленской АЭС-2 – это своевременное замещение действующих энергоблоков Смоленской атомной станции. Ну, номер один, можно сказать, это той, которая сейчас у нас находится в работе. Напомню, что первый блок Смоленской атомной станции должен быть выведен из эксплуатации в 2027 году. И именно в этом году необходимо ввести замещающую атомную станцию, замещающую мощность, что мы и планируем сделать на Смоленской атомной станции номер 2. То есть, плановый срок ввода в эксплуатацию первого блока Смоленской АЭС-2 не может быть ранее 2027 года, потому что в противном случае электроэнергию некуда будет выдавать, потому что мы имеем ограничения по схеме выдачи мощности, и это не позволит атомной станции, так сказать, работать. Поэтому Смоленская атомная станция номер 2 – это замещающая атомная станция Смоленской номер 1, можно так сказать. Впереди 11 лет. Да, впереди еще достаточно много… И очень много работы. Много времени, да. И я думаю, что мы, значит, успеем все это сделать и с должным качеством. Напомню, что предусматривается строительство двух энергоблоков с водоводяными реакторами поколения 3+. Это уникальная российская разработка, проект так называемый ВВР-ТОЕ с 60-летним сроком службы. Я уверен, что в 2019 году начнутся непосредственные строительные работы на площадке. К этому времени мы должны подготовить все необходимые документы, и это непростая задача. Дай Бог нам с ней справиться. Спасибо. Еще один вопрос, который будоражит умы десногорцев и сердца в том числе. Это недостроенный ледовый дворец. Вам тоже эта ситуация наверняка знакома в подробностях. Прокомментируйте, пожалуйста. Да, как представитель Совета руководителей города, я знаю эту ситуацию и что хочу по этому поводу сказать. На самом деле судьба ледового дворца заботит, наверное, всех жителей города, и всем бы хотелось, чтобы этот дворец как можно скорее у нас появился. Однако на сегодня вопросы финансирования по завершению строительства находятся в той стадии, когда пока окончательно это решение не принято. На сегодня выполнено проектирование, закончены изыскательские работы, выполнены экспертные работы, произведена расконсервация незавершенного строительства корпуса спортивного, выполнена закупка части оборудования и металлоконструкции. На данный момент, по оценкам, потребность финансирования составляет порядка 300 миллионов рублей. Это достаточно серьезная сумма, и просто так найти ее в бюджете не представляется возможным. На сегодняшний день рассматриваются два пути решения этого вопроса. Значит, первый – это на стадии переговоров, на стадии обсуждения находится вопрос о возможности привлечения к финансированию строительства отечественных или зарубежных инвесторов. В этом процессе задействован концерн «Росэнергоатом» и международная финансово-консалтинговая группа, которая имеет сокращенное название, это четыре буквы – КПМГ. Мы надеемся, что могут быть получены какие-то положительные результаты от этих переговоров. И второе направление – это решить вопрос с участием газовой промышленности. Алексей Владимирович Островский обратился к председателю управления «Газпрома», чтобы тот рассмотрел возможность выделения средств в рамках проекта «Газпром.Дети». К решению этого вопроса, еще раз подчеркиваю, подключены и власти, и атомная отрасль, и бизнес. Будем надеяться, что результаты у нас будут положительные. Общими усилиями. Общими усилиями. Спасибо. Десногорцы уже привыкли к тому, что кто-то из учреждений образования или культуры участвует в социально значимых проектах, которые организует атомная отрасль. И вот недавно горожанам предложили дать свою оценку тем заявкам, которые поступили в текущем году. Скажите, пожалуйста, есть ли уже реализованные проекты? Я бы сказал так. Значит, вот такие конкурсы на лучшие проекты уже не первый год проводит так называемый фонд «Содействие развитию муниципальных образований». Он называется «Ассоциация территорий расположения атомных станций» или сокращенно фонд «АТРАЭС». Туда входят представители всех площадок, где есть атомные станции. Значит, и организации и Десногорска, и Рославля уже неоднократно подавали свои предложения, и в том числе неоднократно выходили победителями и получали гранты на их реализацию. Несколько примеров, которые были реализованы с участием вот этого фонда. Например, в Доме детского творчества модернизировано, по сути, создан спортивный зал. В школе номер 4 в рамках проекта восстановления, в рамках проекта восстановлена школьная теплица. В школе номер 2 за счет выделенных средств приобрели саженцы разнообразных пород деревьев и кустарников. В школе номер 3 отремонтировали спортзал. Десногорск и Рославль украсили скульптурные композиции. Возле них, я думаю, что жители Десногорска часто уже были. И, например, Смоленское областное краеведческое общество смогло издать альбом, посвященный 210-й годовщине Михаила Глинки. То есть, это вот то, что последние проекты. В этом году результаты конкурса пока неизвестны. На сегодня мы завершили только первый этап. Выбрали 14 проектов, которые отправили на Центральную комиссию. Ждем результатов рассмотрения. Так же, как и раньше, это те проекты, которые были предложены детскими садами и школами. Кстати, недавно председателем фонда АТР избрали нашего главу администрации Вячеслава Владимировича Седункова, ваш покорный слуга. То есть, я был выбран его заместителем. Надеюсь, это как-то поможет для того, чтобы количество проектов для Десногорска было соответствующим образом скорректировано в большую сторону. Хочу напомнить еще об одной программе атомной отрасли. Это так называемая школа Росатома. Значит, в 2015 году в рамках этой программы мы открыли современный атом-класс в школе номер 3. Да, мы знаем, там замечательное помещение. Спасибо вам, поздравляем вас с избранием, Александр Иванович. Ну и может быть не очень удобный вопрос. Как вы относитесь к деятельности главы администрации нашего города Вячеслава Владимировича Седункова? Вы знаете, я тоже стал достаточно недавно публичным руководителем. До этого я был техническим руководителем, а теперь я публичный руководитель. И как любой руководитель, а тем более публичный, мы находимся под пристальным вниманием общественности. И не исключение Вячеслава Владимировича. Он был назначен на должность в непростое время. Экономический кризис не позволил и сейчас не позволяет получить бездефицитный бюджет. Поэтому есть ряд направлений деятельности по городу, которые требуют серьезных выливаний средств, которые взять неоткуда. Например, самая большая беда, да не только, наверное, Десногорска, но и многих городов, как маленьких, так и больших, это дороги в микрорайонах. Эта ситуация, она находится в таком достаточно нехорошем состоянии. Но с другой стороны, обратите внимание на город в целом. Он чист, уютен. Работают культурные учреждения. Мы проводим достаточно много спортивных соревнований. Поддерживаем молодежные движения, поддерживаем ветеранов. Как непросто подготовить хорошего специалиста атомной станции, так и непросто его удержать на атомной станции и в городе, если нет комфортных условий для его жизни, для жизни его семьи. Необходимо, чтобы работник думал не о своих бытовых проблемах, а больше думал о работе. Я нахожусь с главой администрации взаимопонимания, и те проблемы, которые приходится решать мне, находят у него полную поддержку. Спасибо большое. Движение «Родная земля», в которую входят поисковики, вышло с инициативой установить рядом с Курганом Славы раритет войны, который они сами подняли, штурмовик Ил-2. Вы поддерживаете этот проект? Да, мы на одном из заседаний Совета руководителей очень подробно смотрели этот вопрос и считаем, что это очень хорошее дело, и мы, безусловно, его успешно завершим. Для этого есть у нас все возможности. Как мы знаем, движение «Родная земля» объединяет патриотов, наших с вами земляков. Они работают не первый год, и дела их известны. Это и поиск имен погибших во время войны бойцов, это и поиск их родственников. Это достойное предание земле останков тех, кто десятки лет лежал незахороненным. Это огромный бескорыстный труд сотен человек. То, что они вышли с инициативой установить боевой самолет на площадке у Кургана Славы, как памятник всем погибшим в годы войны пилотам, считаю абсолютно правильным. И наша организация, совет руководителей, как я уже говорил, оказывает и будет им оказывать всестороннюю помощь. Пусть наш Курган Славы станет мемориалом подобной поклонной горе. Это нужно нам с вами, это нужно наследникам великой победы, чтобы никто не смог оболгать и исказить нашу историю. А со временем, наверное, будут пополняться и другими экспонатами. Значит, у нас есть целый проект, где предусмотрена не только установка вот этого самолета, но и мы будем устанавливать там пушки, мы будем устанавливать там фрагменты другой техники. И это будет целый музей под открытым небом. Можно узнать сроки? К сожалению, все будет зависеть от того, какими мы будем располагать ресурсами и от того, как будут идти эти работы по проектированию и по получению соответствующих разрешений на возведение того или иного объекта. Сейчас мы занимаемся восстановлением самолета, то есть это самое главное. По срокам пока определиться сложно, потому что работа предстоит очень-очень большая. Как только самолет будет готов для того, чтобы его поставить на постамент, мы это сделаем. Надеемся, что это будет ближайший год-два. Спасибо большое. Хочется узнать Ваше отношение к праймерис и насколько это необходимо для Дистогорска. К праймерис в целом отношусь положительно, потому что предварительное голосование покажет, кому доверяют люди, кого они хотят видеть представителями своих интересов в Государственной Думе. Я бы хотел там видеть политиков, которые поддерживают атомную отрасль, которые поддерживают развитие атомной энергетики. Спасибо большое. В заключении можно парочку личных вопросов? Александр Иванович, какое событие последнего времени Вы бы назвали самым значимым в Вашей жизни? Я уже на подобный вопрос отвечал. Самое значимое событие за последние два года – это то, что моя семья в полном составе окончательно переехала жить и работать в Десногорск. Моя любимая внучка пошла в школу, она учится в музыкальной школе, и я могу каждый день с ней общаться. Мне это очень и очень нравится. – Замечательно. Но Вы очень занятой человек, и все-таки в свободные минуты от работы чем Вы любите заниматься? Какое у Вас хобби? Есть ли оно? – Я не знаю, к сожалению или к счастью, но хобби у меня нет в том понимании, как это принято. Но свободного времени тоже немного, но когда оно есть, я люблю посидеть в интернете, посмотреть телевизор. Иногда читаю в основном легкую литературу типа детективов и космической фантастики. Люблю проехать пару сотен километров за рулем хорошей машины. Ну и домашние дела тоже требуют времени. – Спасибо Вам большое. Спасибо еще отдельное за то, что Вы нашли возможность в своем плотном графике и пришли к нам, чтобы ответить на мои вопросы и рассказать обо всем подробно десногорцам. Спасибо, уважаемые десногорцы, за внимание. Наше большое интервью закончено. Спасибо, до свидания. – Спасибо, до свидания. – Спасибо.